Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова и работа по включению археологических памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО и сотрудничеству со столичными музеями. Немаловажно и то, что республика берет на себя роль площадки для обсуждения вопросов, важных для культуры не только региона, но всей страны. Вот это очень важный разговор, который ведет форум методически, из года в год, затрагивая самые актуальные проблемы с разных сторон, привлекая замечательных спикеров, модераторов, людей самых разных творческих ориентаций, профессий. Вот этот многосторонний взгляд на одну проблему очень важен. Как уже говорилось, партнерство с ведущими музеями страны приносит конкретные плоды. Например, музей Бахрушина проводил здесь свои выставки, что ценно для жителей любого региона, отдаленного от Москвы. В юбилейном форуме впервые принял участие представитель ИКОМ Российского комитета Международного совета музеев. В его планах тесное сотрудничество с нашим краеведческим музеем. Мы обсуждаем сейчас участие коллег из республики Хакасия в нашей будущей генеральной конференции, которая состоится в 2016 году в Милане, в июле 2016. И есть заинтересованность с их стороны, с нашей стороны есть заинтересованность, чтобы они презентовали свой наработанный опыт. Как любовь к еде может помочь в продвижении музеев? Почему культурный капитал дороже золота? И что может помочь региону сохранить себя? Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения юбилейного форума. Какие бы разные ни звучали мнения, главная мысль неизменна. Без культуры нет будущего ни у человека, ни у его страны. Культурный капитал требует определенной подпитки. Совершенно невозможно, абсолютно невозможно надеяться на то, что только люди сами будут это создавать. Им нужно помогать. И вот мне кажется, в этом сегодня как раз заключался смысл этого форума, чтобы понять, что культурный капитал региона – это ресурс, который тоже требует поддержки. На открытии юбилейного форума правительство представлял первый заместитель главы Хакасии Олег Нам. Он впервые-то глубоко окунулся в культурную тематику, но уверен, решение о проведении форума в трагичной для республики год верное. Послушав коллег, понимаю так, что у нас нет другого и нет другой возможности для развития, кроме как изучения собственных корней, собственных традиций, наверное, выведения их на новый какой-то уровень. Во второй день форума в спорт-отеле «Гладенька» одновременно работали три площадки, главный из которых – Координационный совет министров культуры сибирских субъектов. Для меня основной тематикой была проблематика независимой оценки качества предоставляемых услуг. Сегодня это действительно сложно сделать. Сегодня для этого недостаточно ресурсов, сегодня недостаточно опыта у тех или иных регионов, и поэтому мы хотели этим опытом поделиться. Ключевых тем несколько, в их числе и менеджмент в сфере культуры, и работа общественных советов, и проблемы законодательной поддержки культуры в регионах. Особое внимание спикеры посвятили вопросу создания в субъектах специальной структуры, которая бы занималась сохранением объектов культурного наследия. Соответствующий закон на уровне федерации уже принят, однако с реализацией его в субъектах возникают проблемы. Пока министры теоретически решали важные координационные вопросы, на других площадках работали практики. Музейщики демонстрировали достижения в области музейной гастрономики. Если мы позиционируем себя, наш музей, как музей культуры крестьян сибирских, то, естественно, мы должны говорить о питании. И не просто говорить, а показывать, кормить людей тем, что питались чем сибиряки, а это было здорово, простая пища. Руководители секции постарались быть максимально объективными, отметили – музейная гастрономика – новая форма развития музея. Россия в этом направлении делает только первые шаги, поэтому и ошибок еще немало. Очень мало действительно профессионально сделанных проектов. Есть проекты, которые балансируют на уровне аттракционов. Есть нехватка кадров, но есть еще инерция сотрудников, у которых есть эти знания, профессионализм. Вот это все вместе, и малое финансирование создают этот фон, эту суть, которую мы имеем. На площадке информационных технологий собрались ведущие IT-специалисты страны. Все придерживаются общей цели – включить свои компьютерные разработки в стратегический план сохранения культуры России. Путешествуем куда хотим. Безхраничное количество возможностей у вас в комнате. Все это сакрас. В переводе с латинского – «священный». Проект Центра информатизации и новых технологий Хакасии, пилотный, включает пока лишь 12 сакральных объектов культурного наследия региона. Совершить под руководством компьютерного экскурсовода виртуальное путешествие по уникальным уголкам республики позволяет специально разработанная программа. Мы показали, что, смотрите, боярская писаница вырисанного, сделана при помощи технологии 3D-сканирования. Вот там, в боярской писанице, на самом деле, даже каждый камушек, надломчик над камушкой, он перенесен сюда в реальность. В рамках итогового круглого стола модераторы рекомендовали Министерству культуры Хакасии обратить особое внимание на IT-продукт. И это лишь одна из десятка с лишним рекомендаций, отраженных в резолюциях, которые подготовили руководители всех секций. Представители туротрасли, например, посчитали важным законодательно закрепить понятие детско-юношеский туризм. Участники музейной конференции высказались за создание в регионах комплексных программ по сохранению нематериального наследия. Все материалы направят в правительство, а также Совет Федерации России. Результаты Координационного совета, а председателем является министр культуры Хакасии, это очень приятно. Перед ней поставлены большие задачи. Подумать, а что вместе объединившись, мы можем сделать, в принципе, для страны. Так что я считаю, что результаты в этом году для нас очень важны. Сегодня на Координационном совете министров культуры Сибирско-федерального округа присутствовала Любовь Евгеньевна Бурдан. И она сказала, что Сибирь, она, наверное, единственная территория, в которой толерантное отношение наций и народов друг к другу и комфортное проживание. И я бы добавила здесь, что здесь огромная роль культуры, именно культур и руководителей органов субъектов культуры в Сибирском федеральном округе под формирование этого культурного пространства. Официальная часть пятого юбилейного международного форума Сибирил завершилась единогласным решением – собраться в Хакасе еще большим составом вновь ровно через год. Третий день форума Сибирил проходил в Республиканском музее-заповеднике. У гостей была возможность увидеть один из самых известных хакасских менгиров – Ахтас, который по преданиям обладает целебной силой. Затем участники форума познакомились с этнографической коллекцией посуды, инструментов и предметов быта хакасского народа, выставленных в традиционном жилище – юрте. Так как я представляю музей охоты рыболовства, мне было интересно, как хакасский народ относится к охоте. Естественно, охота – это основной вид деятельности был для них всегда. Вот поэтому я для себя здесь очень много увидела, и причем это видела, как говорится, с натуры. Традиционной хакасской приветственной песней гостей пригласили продолжить работу по теме музейной гастрономики. Мастер-класс по изготовлению тонизирующего напитка из кислого молока показали сотрудники музея. Многие продегустировали свежий напиток, полученный из айрана, удивились его необычному вкусу. Знакомство с национальной кухней продолжилось за столом. Айран, он с кислинкой, иногда очень кислый бывает. И потом из айрана также приготовить можно очень разный жир. И это только из айрана. А гостям продемонстрировали и предоставили на дегустацию кровяную колбасу, хан, блюда из баранины, молока, кондитерские изделия из толгана. Вся эта гастрономическая история, вокруг которой был сосредоточен форум, она, ну не знаю, видимо, люди за столом становятся добрее, умнее, разговорчивее, честнее. Поэтому вот все, что вокруг застолья, ну всегда позитивно воспринимается. Поэтому, а форум здесь, он особенно дружелюбный оказался. И, наверное, может быть, потому что собрались люди заинтересованные в том, чтобы развивать вот как раз это направление туризма и музейной работы. Большинство участников форума, представители музейного сообщества страны, после знакомства с тематической экспозицией Республиканского музея-заповедника, намерены развивать это направление в своих музеях. На каких-то выставках пробовали вот эту вот гастрономию музея, но это были просто моменты. Угощение чаем, например, на выставке «Русское чаепитие», или вот на пряничных досках, там пряниками мы угощали, пекли. Но хотелось бы действительно развернуть эту тему. Так завершился юбилейный пятый форум «Сибирил» в Хакасии. Через год новые встречи на новом форуме.